Малинчане уже привыкли к бродячим собакам и подкинутым в подъезды животным. Из года в год городская администрация старается решить этот вопрос, пытаясь организовать питомник. Но желающих заниматься этим немного. Усложняет работу и то, что хозяева брошенных животных после их ликвидации объявляются и подают в суд. Подробнее о проблеме в следующем сюжете. Проблеме бродячих животных уже не первый год. Интернет пестрит объявлениями о брошенных собаках и котах, которых нерадивые хозяева, надеясь на доброту других людей, подбрасывают в подъезды многоквартирных домов и частные дворы. Люди берут щенку, детям особенно, берут, потом щенки вырастают, вставляют собак. Вот и это бесхозные собаки, беднозорные собаки. Эти собаки тоже щенятся, там тоже где попало ходят. А кто их заниматься, с ними будет. Бездомные щенки вырастают и собираются в стаи. Иногда четвероногие банды держат страхи целую улицу. Борьбу с непрошенными соседями подрядным организациям усложняет законодательство. Учитывая специфику и всю сложность проводимой работы, некоторые подрядчики отказываются от ее выполнения. Учитывая то, что это животные, они представляют определенную опасность. Учитывая, что эти животные, которые подвергаются отлову, иногда бывают хозяина, которые потом зачастую жалуются, жалуются в судебной инстанции. И, конечно же, не каждому это понравится. Но, несмотря на сложности, после небольшого перерыва свою работу скоро вновь возобновит городской питомник. Находиться он будет на старом месте возле микрорайона Алроса. В нем для бездомных животных будут созданы все условия. На первоначальном этапе мы будем их содержать, по необходимости лечить через ветеринарную службу. И после этого уже вопрос дальнейшего их содержания животных будет решаться. Либо, если есть хозяин, передаваться хозяину. Естественно, это будет уже не безвозмездно. А если собака агрессивна, естественно, она будет утилизирована. Для того, чтобы забрать любимца из питомника, хозяину придется возместить сумму за его содержание и при необходимости за лечение. Но куда лучше избежать этих трудностей. Просто не оставлять без присмотра своего четвероногого друга. А если такой возможности нет, то просто его не заводить.